КАРГАЗСТАН Несмотря на развитие демократических институтов, вопросы социально-экономического развития и сохранения устойчивости организации гражданского общества остаются до сих пор актуальными. Организации гражданского общества нуждаются в механизмах устойчивого развития, постоянном повышении уровня своей квалификации и потенциала. Германское общество по международному сотрудничеству реализует в Кыргызстане программу «Фонд поддержки гражданского общества», целью которого является развитие и поддержка инициатив населения отдаленных регионов Кыргызстана. Работа фонда направлена на социальное развитие и решение проблем совместными силами гражданского общества и органов местного самоуправления. Фонд реализует свою деятельность по трем направлениям. Проекты на местах при сотрудничестве инициативных групп и органов местного самоуправления. Партнерство с опытными организациями гражданского общества. Повышение потенциала через программы улучшения квалификации сотрудников организаций гражданского общества. При этом деятельность фонда распространяется. На социальные проблемы и предотвращение конфликтов. Проблемы с доступом местного населения к информации. Акцентирует внимание на инновационные подходы и технологии. Фонд реализует проекты в особо удаленных районах Кыргызстана. Большинство доноров в основном сосредоточены на работу либо в больших городах, либо в легко доступных районах. И поэтому мы решили сосредоточить свою работу, во-первых, на работу в сельской среде, Во-вторых, в регионах более бедных, более одноленных, где доноры в основном не работают. И, в-третьих, именно на поддержку гражданского общества в таких местах, где оно пока слабо развито. Проекты на местах осуществляются при сотрудничестве трех сторон. Фонда поддержки гражданского общества, местных активистов и органов местного самоуправления. Для решения проблем в местных сообществах активные граждане самоорганизуются в инициативные группы, которые сначала выявляют наиболее острые проблемы, а затем совместно с органами местного самоуправления организуют процесс их решения. В четырех областях были выбраны пилотные айлюкмиты, в которых наша организация провела подготовительную работу. Во-первых, были выявлены такие наиболее актуальные проблемы местного сообщества. Была создана инициативная рабочая группа по решению этих местных проблем. И вот эта инициативная группа, чтобы она могла стать диалоговой площадкой между органами местного самоуправления, местным сообществом и донорами. В населенных пунктах Телекмат, Дархан, Майлусу и Ак-Кочкор особо острыми оказались проблемы с условиями в детских садах и школах. В рамках пилотных проектов жители сел в сотрудничестве с органами местного самоуправления смогли улучшить условия для детей. В сельской администрации Ак-Дубе есть четыре села, и ни в одной из них не было детсада. Основная проблема жителей была в этом. С 2013 года через Германский фонд поддержки гражданского сотрудничества был проведен анализ выявления основных проблем села. Благодаря этому проекту 50 детей получили возможность посещать учебный центр. Кроме того, 12 человек из малообеспеченных семей смогли получить работу. Жители села очень благодарны за это. У меня пятеро детей. Пятого ребенка, дочку, я отдала в садик. Мы очень довольны садиком. С тех пор, как дочка начала туда ходить, она научилась многому писать, читать, петь. Наш город очень маленький, поэтому малообеспеченные семьи составляют 70% населения. Также есть дети-инвалиды. Так как горожанам было далеко водить своих детей в другие детсады, было решено открыть тут детсад. Сейчас детсад Акылай, рассчитанный на 120 мест, работает. Все ремонтные работы закончены. Одна из приоритетных задач программы GIZ – внедрение более экономичных инновационных технологий в жизнь сельских сообществ. Например, в школе села Аккочкорчет и Угусского района была применена технология солнечных батарей для обогрева здания и воды. Эти солнечные коллекторы берут энергию от солнечных лучей, и мы используем ее для обогрева воды. Когда дети и ученики приходят пить чай или приходят с улицы, они моют руки теплой водой, а не холодной. Также это хорошая помощь для поддержания санитарно-гигиенических правил и предотвращения кишечно-инфекционных заболеваний. Кроме того, это помогает нам экономить. В сельской администрации Тогу-Сторо по результатам опроса не хватало библиотеки, а также места для проведения собраний населения. При отсутствии места для встреч жители собирались в детском саду. При содействии местной администрации, местной инициативной группы и при поддержке фонда было выкуплено и отремонтировано подходящее здание. Теперь здесь находится конференц-зал и цифровая библиотека. Если рассказывать об этом проекте, ранее состояние нашей библиотеки было очень плачевным и не отвечало требованиям. Для наших читателей не было нормальных условий. Даже дождь капал с потолка. До того все было плохо. А потом на основе этого проекта нам построили такое прекрасное здание. Купили мебель, книжные полки, компьютеры. Даже книжки дали из фонда. Сейчас нам намного лучше. Инновационный метод социального заказа был впервые опробован в 12 пилотных муниципалитетах для решения задач в социальной сфере. Социальный заказ – это создание инструмента, где муниципалитеты, села, города могут сами определить свои социальные потребности и отдать эти проекты потом местному гражданскому обществу на реализацию. Либо на собственные средства, либо из дурных средств. Часто случаются такие проблемы, о которых муниципалитет знает, но как ее решить, он не знает. У него нет готового решения, нет готового механизма. И вот здесь в полной мере оправдывается истинное предназначение организаций гражданского общества. Их оказывается востребованным, их творческий потенциал, потому что они способны разработать какие-то нестандартные подходы, нестандартные методы решения этой проблемы. Наряду с работой по поддержке местных инициатив, фонд работает в партнерстве с опытными организациями гражданского общества, такими как Центр энергоэффективного строительства Центральной Азии, Гражданская инициатива интернет-политики, Институт политики и развития и многими другими, реализуя совместные проекты. Одним из направлений совместной деятельности является доступ к информации в удаленных районах. Фонд ведет работу по продвижению информационных и социально-медийных технологий, обеспечению видео- и аудиоматериалами, доступа к интернету. Проект микрорадио GSH-FM создавался как один из инструментов по стабилизации и миротворчеству на юге. Наше микрорадио в основном охватывало районы, которые коммерчески были неинтересны. То есть там не хотят работать наши радиостанции, которые вещают по всей территории. 2013 год в нашей республике был объявлен Годом Труженика. В рамках Года Труженика был проведен ряд мероприятий. Один из них – передача «Байбол» журналистки радиостанции «Радиомост» Назиры Джусуповой. Снималась в основном молодежь, молодые предприниматели. После программы стало больше людей, которые захотели начать свое дело. Молодежи, которая загорелась идеей открыть свой бизнес. Уникальный проект «Передвижная цифровая библиотека» запустился в Нарынской области при содействии Университета Центральной Азии и программы поддержки развития горных сообществ Кыргызстана. Библиотека включает в себя более 2000 текстовых, видео- и аудиоматериалов, партитивные компьютеры с доступом в интернет. ИБИЛИМ – это мобильный диджитальный лабораторий. ИИ – это электроника, и БИЛИМ – это Кыргызский язык для знания. И это лаборатория, которая проводилась в этой бассейне, путешествующей в несколько городов Актала и Нарын района, в Нарын-провинце. Мы имеем несколько книг, компьютеры, мы имеем большую датабазу электронных текстов, аудио и видеомедиа, которые люди могут использовать на компьютерах или download. Это проект, который направлен для информации и знания, в ремотных местах, где они не имеют доступ к этой информации. Здесь ученики берут для себя интересные сказки, читают здесь, смотрят картинки, кроме того, работают на компьютере, планшете, в интернете. А для учителей есть различные методики обучения. Наши читатели, особенно маленькие дети, не знают, что такое интернет, компьютер, и не умеют ими пользоваться. И в самом деле, когда пришла эта цифровая библиотека, мои читатели получили нужную информацию, научились пользоваться современными технологиями. В партнерстве с организацией Центр энергоэффективного строительства Центральной Азии была создана ассоциация мастеров, работающих в сфере энергоэффективного строительства АМЭТИС, применяющая более эффективные и экономичные инновационные технологии. В рамках направления повышения потенциала мастера из ассоциаций прошли обучение новым технологиям. Мастера прошли 4 практических обучения, связанных с теплоизоляцией фундамента, с внутрикаркасной теплоизоляцией, с теплоизоляцией наружных стен с наружной стороны, с теплоизоляцией чердачных перекрытий, а также с теплоизоляцией полов на грунтов с установкой системы отопления теплый пол. Эта печь экономична. Из обычных печей дым выходит по трубе напрямую. В итоге 40-50% топлива расходовалось зря. А мы в целях большей экономии разработали эту технологию. Фондом поддерживаются различные формы и виды обучения. Стажировки, мастерские, организация тренингов для тренеров, менторские программы, в ходе которых происходит не только приобретение новых знаний и навыков, но и обмен накопленным опытом, налаживание партнерских связей. Очередная двухдневная мастерская на тему практика становления устойчивых НПО в Центрально-Азиатском регионе прошла в этом году в Кыргызстане. Основными темами для обсуждений стали взаимодействие партнерства организации гражданского общества, повышение потенциала, а также формы привлечения ресурсов для решения проблем благополучателей. Это уже вторая мастерская, организованная фондом в Кыргызстане. За последнее время мы стали жить в разных странах. Хотя мы соседи, мы вышли из одного прошлого, но мы стали чуть-чуть другими. И у нас, у каждой страны есть свои особенности. Мы говорили о том, и это было очень важным выводом для меня, что, несмотря на это, мы можем находить какие-то конкретные пути, конкретные решения и смотреть это у соседей, брать какие-то конкретные примеры и использовать в своих странах. Люди начинают обмениваться реальным практическим опытом между собой. И я на своей странице в Facebook создал группу «Мастерская НПО в Центральной Азии». Группа разрослась серьезно, и уже есть небольшой, правда, но опыт обмена информацией на этой площадке. То есть представители неправительственных организаций Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана информацию размещают на этой странице, в этой группе о том, какие они проводят мероприятия, какой у них опыт есть в решении тех или иных проблем общественных. Одной из задач фонда является подготовка команды местных тренеров по социальному предпринимательству, которые будут помогать организациям гражданского общества создавать социальные предприятия в качестве альтернативного источника финансирования. Таким образом, повышается устойчивость организации гражданского общества, снижается зависимость от донорской поддержки. У нас есть небольшая ферма. Купили бычков, теперь откармливаем их и продаем. На вырученные деньги выдаем зарплату учителям. Также средства направляем на внутренние нужды организации. Я хочу полученные знания применять здесь. Даже после завершения проектов организации гражданского общества продолжают работу в долгосрочной перспективе, так как за время проекта местные сообщества получают опыт эффективного взаимодействия с органами МСУ, налаживают дружеские контакты с организациями из других стран, используют инновационные технологии, вносят свой вклад в развитие своих регионов и Кыргызстана в целом. Наша основная цель совместно с сельской администрацией постепенно улучшать материальную базу нашего учреждения, расширить его, чтобы наши сотрудники еще больше были обеспечены работой. В этом проекте было главное – донести до людей то, что важно для нас самих. Мы и раньше осуществляли подобное, но этот проект нас объединил, сплотил. Никто не говорил – вот ты старый, ты молодой, а ты мужчина, ты женщина, или пусть делает мэрия. Это первый садик за последние 5-6 лет. И в его открытии участвовали и сотрудничали мы все. Кыргызстан – это страна, где нету легко доступных каких-то богатств, типа нефть или газ или что-то. А зато есть у Кыргызстана кыргызстанское население, и это реальная гордость и достоинство страны, что здесь люди сами могут взять судьбу своих сообществ и своей страны в собственные руки. Это что-то, что стоит поддерживать и дальше развивать, тогда страна и будет подниматься. Проектом GIZ – Фонд поддержки гражданского общества было реализовано 18 проектов за последние 2 года. В данный момент продолжается работа 25 проектов на местах. Завершив реализуемые проекты, в дальнейшем фонд будет поддерживать работу в Нарынской, Иссыкульской, Джалалабадской областях страны и будет осуществлять свою деятельность до конца 2016 года. Субтитры создавал DimaTorzok